На этот год, пока я читаю, мы в 2014 году открыли третий автобусный коммунальный парк с 200 автобусами. Сейчас последние 100 автобусов готовятся выйти на маршрут. Уже у нас будет, есть наличие в городе Алматы 600 газовых автобусов, 215 троллейбусов. Все троллейбусы и автобусы задействованы на маршруте. Также изучается экономическая сторона, рассматривается вопрос целесообразности. Мы хотим поддержать частных перевозчиков и на какой-то льготной основе предоставить, можно сказать, в виде кредита через Центр развития города Алматы по приобретению дополнительных газовых автобусов и передать на обслуживание частным автопаркам. Этот вопрос пока на рассмотрении, конкретных решений еще пока не принято. Думаю, что в ближайшее время решение будет принято положительное или отрицательное. То есть даже такая поддержка предусматривается часто? Надеемся, что этот проект у нас как-то осуществится. Ерлан Алматыч, еще один наш зритель присоединился к беседе, хочет задать вопрос. Давайте его выслушаем тоже. Добрый вечер, говорите. Алло, здравствуйте. Да, да, добрый вечер. Я звоню с поселка Амжар. Это где замкнутый круг. Это поселок Толфомалых, Каменка бывшая. Поворот полиции. Вот с этой стороны, где я живу. Там у нас ходит один автобус, одиннадцатый. Он ходит редко. На повороте полиции мы стоим. Мы не можем заехать до своего поселка. Там остановки три. Пешком там невозможно идти. Дорога узкая. Этот автобус одиннадцатый может не остановиться. Возможно, утром его и быть не может, когда мы из верхней трассы ждем, чтобы в город уехать. Его не бывает. Теперь второй вопрос. 44 автобус к нам пустили. Его всего два маршрута ходят. Утром без 25.7 и второй без 5.7. И вот этот второй рейс отменили. Вот этот автобус посылают куда-то в школу. Сегодня я ехала на работу, второго рейса не было. А у шофера я спросила первого рейса. Он говорит, нас отправляет второй рейс в школу. Потом. У нас культура обслуживания нет в автобусе. Что на 11, что на 44 курят. Вот эти кондуктора как на базаре. Вообще, кто за это все отвечает? Знаете, вот в Астане все-таки культура и есть обслуживание. Спасибо за вопросы. Сейчас мы попробуем на них ответить. Что касается, как контролируется поведение водителей и вот 11 и 44 маршруты, которые названы, регулируют ли они точно по расписанию? Что касается поселка Ажарь, это связь с тем, что данная территория присоединяется к городу Алматы, на Урзбайский район. По Наурзбайскому району сейчас изучается, рассматривается вопрос о построении транспортной схемы, куда действительно там ходил раньше, как пригород. У нас 11 маршрут городской. В основном там ходили областники, обслуживали микроавтобусами, которые, можно сказать, не соответствуют требованиям безопасности. Ну, по Наурзбайскому району сейчас мы совместно с районом Акиматом, жителями Наурзбайского района сейчас вопрос изучаем, организацией транспортного обслуживания. Ну, и думаю, что потихоньку мы к этому, к соответствующему обслуживанию приведем на Урзбайский район. Что касается 11 маршрута, мы его обязательно проверим, работаем через транспортный холдинг, изучим и примем в соответствующей мере. Ерлан Малматович, одна из активных работ, которая ведется в Алматы, это переход на экологичный транспорт. 600 автобусов только уже у нас в городе ездит на газе. Ну, еще кроме того, есть троллейбусы. Как будет развиваться эта программа в этом году? Ну, на этот год, как я вот сказал, рассматривается, да, изучается вопрос поддержания частных перевозчиков, да, через Центр развития города Алматы. Рассматривается вопрос приобретения автобусов и передачи их частным перевозчикам. Эти автобусы будет ставиться решение, что если мы будем приобретать эти автобусы через Центр развития, они будут газовыми автобусами. То есть, дополнительно будет приобретаться и передаваться на обслуживание частным компаниям. Ну, этот вопрос сейчас изучается, рассматривается, да, так. Все-таки это экономика перевозчиков. Перспективы, планы, то есть, тесты, нужно продолжать. Жалпы, ну, халамызда арная, бағдаршамдар, жаңа, ахылды бағдаршамды, уратымызуға пайда болады. Ол халаған кеп телесын, жалпы, кеп телесын, жалпы, кеп телесын, азайтула, қанчалықты сеп болмақ. Канчалықты көмейін, тегізет, жалпы, бағдаршамдар. Бағдаршамдар. Кашаннан баста, бұл жүзега сады. Светафор. Светафор ма? Бағдаршамдар. Ол мәселекас тожы қарастырлатыр. Енді ол программыз капиталы емке оныңген, қаламбәрін, қарап шоу керек, қарап шоу керек, транспорт қайгөшеде, қайықтә жүреді. Сол үшін ол мәселеде қарастырлатыр, әнді қашам болады мәселе қарастыруды. Ақыл бағдаршамының ерекшелігі неде? Ол несімен ақылды бұл сонды бұл? Қандай артықшылғы бар? Ол енді проект жасалғаннан енді. Бұл сонды бөлінгерik Merryii жасалғаннан енді жұршылғы бар. Қандай, дейдер, құл тамды бұл барағы, үшін ол. Ол үшін ол бұл бәрінді. Рахмет Хабараскан көрелмейіңіз бар, екен кешарық. Саламатысыз батың, да бұтыңыз сіз байланыстасыз. Кешарық. Сырағыңыз қолай берез? Сырағым, бай. Мұна 92, 79, 32 жасы ұстыр әр айылдама да соқтай береді менеге. Сосын, мұна жұлыз ұқшамауданда 3-12 кеткенде 1-120 келеді әрін дегенде. Сосын, мұна ұстыр шоферлардың бізге қалай болып сұйылай сөйлейді де, қалай болып сұйылай сөйлейді. Солырғайлы қай телефонға анықтып қаваласып айтар екен? Жалпы, сұрағым, көліктердің жие тоқтауыды етінді, әріне ол айылдама бұаныңыз ке тоқтайды адамдардауы үшін. Бірақ қанша уақыт аралықта тұру керек ол, ұзақтығы? Мүмкін айту керек шар. Оң мен темесім? Енді ол жағымен белгілін жоқ, айылдамат қанша минат тұратын. Енді бірақ көп тұрсады болмайды. Бірақ бағықтарға, автобусдарға жауіптар болса, бізінің телефонға қаваласыңыз. Кезгелген сұрақтарымен, құрметті көрілмендер 397-48 нөбіріне қабарласып, өздеріңіздің шағымдарымызды айтуға білдіруге болады. Арғарай жағастырсақ, жалпы жағадан қосылған аймақтар бар бұл бізде. Сол жердегі мәселдер, қоғамты көліктердің қатынауы болашақта қалай шешілмек жос бар қалай? Бізде аймақтар қосылғаннат. Науырзбай аудан ашылды, Алатау ауданна қосылды. Мысалға Алатау ауданна мамышылың төмен жағынат. Біз үш бағыт жаңадан аштық. Науырзбай ауданда біраз бағыттар ашылғатыр. 114-115 бағыттар. Толыншы бағыттар күшейт қатырмыз. Енді ол жұмыстар қарастыр қатырмыз. Аудан ақымшылың бірге. Аллағы құқтар қатырмыз. Рахмет қабыласқан, кезек көремен бар кешіріп. Саламатыс бағыттар көремен бар кешіріп. Саламатыс бағыттар көремен. Саламатыс бағыттар с sanctаулың бағытт настаулың бағыттар. Енді ол және қтараулың бағыттар. Они иду иду. Они сами заслужены. Они остальные. Присыть, иди. У них нет стадии. Это отказано, обстреченные комплексы. Ярлама Матвеевич, электронные билеты, которые будут едины для автобусов, троллейбусов, трамваев, когда они уже появятся? И насколько готов этот проект? Наверное, должны быть оснащены этими терминалами для электронного билетирования, общественный транспорт, пассажирский. Насколько этот проект готов, когда первый, может быть, появится билет, который можно будет купить? По срокам я сейчас вам конкретно не смогу сказать, когда можно будет приобрести билет. Но на сегодняшний день, как я отметил, инвесторы, которые пришли в транспортный холдинг, первая задача их будет в 2015 году какой-то этап внедрения электронного билетирования уже начать. Ну, этими инвесторами уже сделан первый шаг. Они изучают в зарубежных странах работу этого электронного билетирования. То есть, это электронное билетирование ограничит полностью наличности. То есть, возможно, будет виза-карта, возможно, какая-то специальная смарт-карта. Но этот вопрос сейчас изучается, будет изучаться. Инвесторы сейчас посмотрят несколько примеров зарубежных стран. И к какому-то проекту мы, думаю, придем. Но первая задача этих инвесторов – внедрить полностью электронное билетирование, как коммунальные, так и частные автобусные парки. То есть, сами частные перевозчики уже готовы к этому. Почему? Потому что вот сейчас вот вопросы задают, джигованки там не останавливаются на остановках. Это все ведет к тому, что сейчас у водителя одна цель. Он утром выезжает, ему надо собрать план ездать в автобус. Но при внедрении электронного билетирования водитель уже не будет иметь отношения к наличности. Сколько через валидатор собралось, столько он соберет и привезет в автобусный парк. И этим самым мы ограничим и гонки, и улучшим качество обслуживания пассажиров. То есть, предполагается, что наличного расчета в принципе не будет, будет только электронный расчет? Только электронный. Только электронный, да? Все автобусы, все перейдут на эту систему? Ну, планируем. Как раз мы завершаем эфирное время наше на этом вопросе. Я думаю, максимально успели охватить все интересные и интересующие наших телезрителей вопросы. Вам спасибо за участие. Успехов вам и дальнейшего развития нашего пассажирского транспорта Алматы. Это была программа «Напрямую». Смотрите нас в следующий понедельник в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok